На База ТВ новости. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Приоритеты правоохранителей, открытость обществу и борьба с наркотрафиком. Аслан Хабахия приступил к руководству Министерством внутренних дел. Соснолеевы – кабардинская княжеская фамилия в истории. Презентация книги прошла в Музее боевой славы в столице. Музыка исцеляет. Аквахон и Colors of Nation проведут благотворительный концерт. В Питсунде. Задачи поставлены. В среду нового министра внутренних дел Аслана Хабахия представил коллективу ведомства президент Рауль Хаджимба. Он отметил, что в правоохранительной системе Аслан Хабахия человек не новый и пожелал министру удачи в нелегкой работе. Глава государства также обозначил основные задачи министерства. На встрече присутствовали секретарь Совбеза Мухаммед Килба и экс-министр внутренних дел, ныне советник президента Леонид Забшба. Подробности у моей коллеги Илана Казанба. В 1995 году Аслан Хабахия уже работал в правоохранительной системе. Тогда он возглавлял УВД по городу Сухум. Сегодня его вновь представляли силовикам, уже в качестве министра. Я думаю, что эта личность в МВД не менее известна, чем Леонид Юрьевич. Они вместе в свое время и начинали работу после военного тяжелого времени. И тогда было нелегко. И хочу верить и не сомневаюсь в том, что работа, которая велась до этого, будет продолженной, будет еще более эффективной. И хочется, чтобы все в системе МВД понимали, застаиваться у нас с вами нет возможности. МВД – это структура, которая всегда находится на острие происходящего в стране, подчеркнул глава государства. Рауль Хаджимба обозначил ключевые направления в работе Министерства внутренних дел. Наиболее приоритетным он назвал контроль оборота наркотиков в стране. И самым важным для нас на сегодняшний день является ситуация борьбы с наркодилерами. Я понимаю, тот, кто употребляет наркотики – это больной человек. Но тот, кто завозит в страну и распространяет – это преступник номер один. И борьба с этой категорией людей должна быть поставлена на самый высокий уровень. Это задача, которая будет стоять и перед министром, и перед всем коллективом МВД. Также Хаджимба подчеркнул, что особое внимание нужно уделить кадровой политике Министерства. Подробно глава государства остановился на статистике ДТП. Было сделано немало, но в последнее время, буквально за некоторый небольшой промежуток времени, у нас человеческих жизней, унесенных в результате дорожно-транспортных происшествий, очень много. Я буквально на днях видел, как ездят водители на одном из самых сложных участков наших дорог – Рицинском заповеднике. Президент выразил надежду на то, что главным направлением во всей деятельности правоохранителей будет служение Родине и выполнение своего профессионального долга. Хотелось бы, чтобы в вашей работе было бы меньше политики. Многим так и никак не придет в голову, что нужно заниматься работой, а не политиканством. Поэтому попросил бы вас всех включиться в работу в полном объеме и надеюсь на то, что все мы с вами сделаем все для того, чтобы и страна состоялась, и был бы реальный порядок в нашем государстве. Советник президента Леонид Запшпо в недавнем прошлом сам министр внутренних дел поздравил Аслана Кубахия. Он поблагодарил коллектив ведомства за многолетнюю, четкую и слаженную работу. Вы выбрали. Я вместе с вами очень горд, счастлив, всегда с гордостью носил форму погоны. И вам просто говорю, поздравляю своего друга, коллегу. Хочу, чтобы полный рост вставил, так же рядом, и все, что от вас зависит, от вас зависит, главное дело. Поблагодарил Леонида Запшпо за проделанную работу и президент Рауль Хаджимба. Он отметил высокий уровень профессионализма экс-министра. Я тоже благодарен Леониду Юрьевичу. Человек неугомонного характера, иногда это ему и мешало. Но он многое что сделал в системе МВД, и надеюсь, что еще есть много впереди работ, где он сумеет себя реализовать. Новый министр Аслан Кубахия, поблагодарив президента за оказанное доверие, отметил, что будет уделять большое внимание борьбе с наркодилерами в республике. Я прекрасно осознаю ту ответственность, которая выпала на мою долю, дав согласие пойти вице-премьером, министром внутренних дел. Я прекрасно осознаю ту ответственность, которая лежит на этом очень рабочем органе. Надо вещи своими именами называть. Многие думают, что в милиции люди бездельничают. А может и есть такие, кто бездельничает, но основная масса сотрудников в эти все годы, которые стоят на страже нашей государственности. Очень сложно бороться против внутреннего врага. Внешне он всегда известен, легко, проще и тому подобное. Впереди у работников МВД большая кропотливая работа. Министр выразил надежду на то, что коллектив будет и дальше работать во благо государства. Сразу после представления министр Аслан Кабахия провел совещание со своими заместителями и начальниками ведущих отделов. Затем министр дал брифинг для журналистов, где рассказал о своих планах на новой должности и ответил на вопросы работников СМИ. Об этом в нашем следующем материале. Ситуацию в борьбе с наркоманией в стране Аслан Кабахия назвал катастрофической. Под угрозой, по мнению министра, не только наш народ, но и сама государственность. Я хочу вам заявить со всей ответственностью, что органы, правоохранительные органы объявят этому злу бой, войну, если хотите. Надо честно признаваться, что никогда наркоделец не может себя чувствовать вольготно в стране, где его не покрывают люди в погонах. Это аксиома. Соответственно, мы будем вместе с Генеральной прокуратурой, со Службой государственной безопасности, со всеми остальными силовыми структурами. В ближайшее время, потому что такое поручение есть президента, разработаем план. И во многих направлениях мы будем работать. Бороться нужно, начиная с верхов, с заказчиков наркотических веществ, подчеркнул Кабахия. Сейчас в изоляторах временного содержания находятся только те, кто посредничал, перевозя наркотики. Эту ситуацию надо исправлять, отметил министр. Я, будучи депутатом, бывал в камерах производительного содержания арестованных граждан. К большому сожалению, особенно мы проверяли женскую камеру, где сидят немалое количество наших женщин, которые перетаскивали через границу наркотики. В немалых количествах. Но что удивительно, вот кто перетаскивал, кто-то там попался и сидит. Но кому перетаскивали, ни один человек не сидит. Потому что кто это дальше, потом распространяет, нашей молодежи убивает наших людей. Кабахия предположил, что на ситуацию с оборотом нарковеществ в стране, возможно, влияют извне. Наркодилерам министр пообещал объявить настоящую войну. А наркотики – это беда всего. Это и разбой, и грабежи, и похищение людей. И что вы хотите? Потому что люди под этим воздействием идут на все. На все для того, чтобы, понимаете, заполучить. Мы можем. Также, я думаю, что здесь надо смотреть. У меня есть большое сомнение, что это все специально организовано против нашей страны. Журналисты поинтересовались, будет ли дальнейшее расследование по событиям 5 июля текущего года, когда оппозиция предприняла попытку штурма МВД. Преемственность никто не отменял, ответил министр. Все преступления, которые совершались до меня, это преемственность. Никто не имеет права говорить, что это было до меня. Я это не знаю, вот сегодняшний день. Так не бывает, ребята. Здесь есть личный состав. Здесь есть люди, которые годами работали. И надо признать, многие из них очень честно работали. В ключе кадровой политики МВД Кубахия пообещал сокращение. Личный состав численностью в 2000 человек безусловно излишен, считает Аслан Кубахия. Слишком завышенная цифра. Нам не нужно МВД. Мое мнение, может меня убедят мои друзья? Министр также рассказал, что уже следующий выпуск передачи «Дежурная часть» будет на абхазском языке с русскими титрами. Родному языку Кубахия будет уделять повышенное внимание. Также министр пообещал, что он и его замы всегда будут открыты для прессы. Прозрачность в работе МВД должна занимать ведущую роль. Илана Казыма, Торник Амичева, Аббаза ТВ. Международные отношения. МИД Абхазии открыл пункт выдачи виз гражданам иностранных государств на КПП ПСО. Как сообщает отдел информации МИД, таким образом, иностранные граждане, за исключением граждан Российской Федерации, Республики Никарагуа, Республики Тувалу, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Южная Осетия, Беларусь и Республики Казахстан, въезжающие в Республику Абхазия, смогут оформить визу непосредственно при пересечении Абхазо-Российской государственной границы. 13-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией прошло в Москве. На повестке дня были следующие вопросы о предоставлении России текущей финансовой помощи Абхазии в целях ее социально-экономического развития в 2016 году. О ходе реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы, а также о возмещении Интеррао затрат на поставку электроэнергии по ликвидации энергодефицита в Республике в период с 17 февраля по 31 марта. Глава правительства, председатель Абхазской части Межправкомиссии Беслан Барциц отметил, цитата, «Считаю, что именно этот ритм работы необходим, чтобы достичь желаемого результата. Это, в частности, касается нашего сотрудничества в области социально-экономического развития Абхазии», добавил Барциц. «Россия в этом году предоставит Абхазии финансовую помощь в полном объеме», заявил в свою очередь председатель российской части Межправкомиссии зампредправительства России Александр Хлопонин по итогам 13-го заседания Межправкомиссии. Следующее заседание пройдет в четвертом квартале этого года в городе Сухум. Сосналеевы. Кабардинская княжеская фамилия в истории. Так называется книга-презентация, которая прошла в Музее боевой славы. В ней описана история адыгского рода сосналеевых. Издание уникально тем, что начал собирать материал, вошедший в него известный военачальник Султан Асланбекович Сосналеев. После его смерти Любовь Сосналеева решила продолжить исследование родословной супруга и передала его труды ученому Сафарби Бетуганову. Он и стал автором книги. Амелия Сатурян расскажет подробности. Вернувшись в Кабардино-Балкарию, Султан Сосналеев приступил к серьезному изучению своей родословной. Об этом рассказывает сегодня его супруга Любовь Николаевна. Будучи человеком высокообразованным, он хорошо знал историю родного адыгского народа, в которую с большой буквы вписана фамилия сосналеевых. Предки Султана Асланбековича издавна пользовались особым почетом и уважением не только среди кабардинцев, но и по всей России. Да и сам он был человеком выдающимся. Довести исследование своей родословной до конца Султану Сосналееву было не суждено. Однако волею судьбы материалы, собранные им, несмотря ни на что, поплатились в книги. Когда он ушел из этой жизни, все эти документы, большая коробка, он ее так красиво склеил, и он все эти документы складывал в эту коробку. Огромная коробка стояла с его всеми архивными материалами. Я год-два смотрел на это все, и вот это все время меня как-то... Ну, я расстраивался, что он не смог воплотить в историю, воплотить свою мечту в истории. Любовь Сосналеева стала обращаться к многочисленным историкам. Она просила ученых взяться за изучение материала, оставленного ее супругом. Браться за трудоемку и ответственную работу никто не спешил. Все указывали на одного человека и не ошиблись. Сафарби Бейтуганов взялся продолжить работу Сосналеева. И говорили все, только Бейтуганов это сможет сделать. Я читал его книги, у нас дом был завален его книгами тоже. Султан их изучал, подчеркивал, ссылался на него. Я когда пришла к нему и обратилась с такой просьбой, спасибо ему, он меня сразу поддержал. Итогом долгой и кропотливой работы, начало которой положил сам султан Сосналеев, стала книга в историко-философском ключе. Она состоит из двух частей. Первая опирается на архивные данные и рассказы матери султана Асланбековича. Вторая же посвящена жизни и деятельности самого Сосналеева, заслуженного военного летчика Советского Союза, героя Абхазии, прославленного полковника и генерала. Сафар Биби Туганов уделил большое внимание изучению родословной Сосналеевых. В пятом поколении был сын Пшапшока, у него сын Кази, а у него последнего три сына – Хатакшока, Мсост и Джамбот. Вот от этого Джамбота у него был сын султан Алиев. Вот от него непосредственно берет свою родословную наш дорогой и забденный султан. Важно отметить, что сам султан Сосналеев был категорически против издания книги о войне в Абхазии, где определялось бы его место и роль в победе. В этой войне победили народы Абхазии, и у каждого человека есть своя правда о ней. У войны ужасное лицо, и это невозможно передать через книгу или фильм, говорил он. Амелия Сатурян, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ. Стартовал военно-полевой патриотический лагерь «Молодая Абхазия-2016». Сбор молодых участников в лагере состоялся на Площади Свободы в Сухуме. Более 100 молодых людей от 16 до 25 лет из Абхазии, Южной Осетии, ЛНР, ДНР и России проведут 7 дней в военно-полевом патриотическом лагере в Кадорском ущелье. Организаторы Государственный комитет Республики по молодежной политике «Молодая Абхазия» при поддержке Министерства обороны Республики. Впервые в военно-полевой патриотический лагерь «Молодая Абхазия» стал международным. Ранее в нем принимало участие только молодежь из Абхазии. В этом году формат лагеря у нас изменился, он стал международным у нас. В этом году участвуют гости из Российской Федерации, из Республики Южная Осетия, из Луганской Народной Республики, из Донецкой Народной Республики. Общее количество участников лагеря в целом 150 человек. Это вместе с гостями и наши местные ребятишки. Основная цель лагеря, естественно, патриотическое воспитание подрастающего поколения, привить любви к родине, ознакомить их с армейским бытом, научить, как правильно защищать себя, как правильно защищать свою страну, научить пользоваться всеми видами стрелкового вооружения. В течение 10 дней у ребят будет возможность максимально приближенно к реальным условиям почувствовать на себе все тяготы армейской службы. Особенно это сопряжено и с горами, и местностью, и рельеф. Все способствует тому, чтобы ребята и физически на себе почувствовали, что это очень сложно и нелегко. Кастинг актеров «Киноальманах» по новеллам Михаила Лакарба пройдет в Государственной филармонии имени Рождена Гумба 20 и 21 августа с 11.00 до 18.00. Как сообщает «Спутник Абхазия», все режиссеры выбрали по одной новелле Лакарба и ждут начала съемок. Осталось провести кастинг. Режиссер Тимур Квиквискири выразил надежду на то, что предстоящий кастинг пройдет успешно и желающих сняться в фильмах будет много. Режиссер Даут Логу отметил, что по результатам кастинга будет сформирована актерская база, которая может быть использована для будущих проектов. Съемки «Киноальманаха» по новеллам Михаила Лакарба начнутся осенью этого года. Молодые кинематографисты планируют завершить их до конца года. Будет снято шесть новелл пятью режиссерами. 22 августа в Пицунском патриаршном соборе состоится ежегодный благотворительный концерт. Мероприятие организует Фонд социально-культурных инициатив Абхазии при поддержке партнеров компании «Аквафон» и «Colors of Nation». Все вырученные средства будут направлены в Культурно-благотворительный фонд «Ашана». Надежда Боровикова продолжит тему. То, что музыка исцеляет, в Фонде социально-культурных инициатив Абхазии знают наверняка. Три года назад впервые сотрудникам фонда удалось реализовать идею благотворительного концерта классической музыки. С тех пор это культурное событие стало доброй традицией. Это мероприятие уже ежегодное. В нем принимает участие огромное количество наших партнеров. Выступают все наши известные абхазские оперные певцы, музыканты. Концерт очень большой. И благодаря этому мероприятию мы стараемся оказать финансовую помощь нашим больным деткам. Последние два года участие в организации благотворительного концерта принимает первый мобильный оператор Абхазии – компания «Аквафон». За «Аквафоном» закрепился имидж социально-ответственной компании. И мы сами инициируем различного рода акции и мероприятия, направленные на улучшение социальной жизни нашей республики. Также неотъемлемой частью нашей работы является поддержка тех или иных организаций, чьи взгляды мы разделяем в этом направлении. Видеть в глазах ребенка, да и вообще человека, страдания – это ужасно, особенно ребенка. И поэтому, когда ты видишь на этом лице какую-то улыбку, это вызывает радость. И это то, ради чего стоит работать, жить и стараться. И поэтому «Аквафон» и впредь будет поддерживать такого рода мероприятия совместно с тем же Фондом социально-культурных инициатив Республики Абхазии. В этом году для благотворительного аукциона свои работы предоставит детская художественная студия Марии Пилия. Также желающие смогут приобрести продукцию бренда «Colors of Nation», который сотрудничает с Фондом социально-культурных инициатив с первых дней. Все вырученные средства будут переданы фонда «Шану». Идея нашей команды, которую мы закладывали, мы хотели продвигать абхазских фотографов и художников и вывести их на более широкий уровень для российской аудитории, для международной аудитории. Нам хотелось показать, что в Абхазии очень много творческих людей и очень много всего интересного. И вот таким это один из способов, которым мы добиваемся достижения своей цели. То есть мы наносим принты наших художников и фотографов на изделия и дальше распространяем. Организовать концерт без поддержки музыкантов и вокалистов было бы практически невозможно. Благо, что Государственный камерный оркестр под руководством заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна, а также многие выдающиеся музыканты и оперные певцы республики, всегда с радостью занимаются благотворительностью. У нас программа классическая, как всегда. Будут оперные певцы, будут пианисты, солисты. И оркестр тоже будет несколько номеров играть. Суита из оперы Кармен, из Абхазианки. С нами также будут играть органисты. Надеюсь, Лука Гаделия будет участвовать тоже. Оркестр всегда готов участвовать на таких благотворительных мероприятиях. И мы постараемся, чтобы было так красиво, интересно и радостно. Я уже третий год принимаю участие в этом благотворительном концерте, как и со всеми нашими остальными артистами. Немного меняется состав, но в основном все те же участники с самого первого концерта. Репетиции в разгаре. Музыканты оттачивают последние штрихи, чтобы 22 августа создать неповторимую атмосферу добра и взаимопомощи, исполнить чьи-то заветные мечты и сделать счастливыми детские глаза. Надежда Боровикова, Сосрико Агуха, Абаза ТВ. Органист Гарри Коняев выступил в среду вечером в Государственном концертном зале Пиццунского храма. А 18 августа на этой же сцене ценители классической музыки смогут насладиться совместным выступлением известного абхазского органиста Луки Гаделия и Государственного камерного оркестра под руководством дирижера Давида Тетерзяна. Столичный водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами на головных сооружениях насосной станции номер 2 Учхоз 18 августа с часа ночи до 22.00 будет прекращена подача питьевой воды в центральной части города, в районах Виема, Маяка, на горной части, старом поселке Нижней Пешери. Сейчас о погоде в столице. В четверг, 18 августа, в столице переменная облачность, атмосферное давление 748 мм сутного скалпа, температура воздуха днем 30, ночью 20 градусов, температура морской воды 27 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин